это программа игра в классике программа о людях которые играют в игры и об играх в которые играют люди говорим об актуальном вспоминаем классику меня зовут платон беседен добрый вечер 1 сентября день знаний и наши дети вновь пойдут школу лично мне придется иметь дело с первым четвертым и девятым классом в общем от vpr до о.г. перефразируя классиков это долгий путь если ты хочешь играть педагогический рок-н-ролл ну между тем 1 сентября еще одна дата день памяти писателя владислава петровича крапивина он ушел из жизни в 2020 году и как по мне абсолютно не случайно две эти даты совпали день знаний и день памяти большого наставника ставшего учителем и проводником если угодно для тысячи советских детей и подростков я сказал что владислав петрович был писателем это действительно так однако ему это было возможно только в советском союзе удалось объединить вокруг себя вокруг своих книг вокруг своего дела тысячи советских мальчишек и девчонок ну вот в британии я напомню в начале 20 века появилось движение бойскаутов кстати на российскую почву что любопытным его свое время движение бойскаутов пробовал перенести епископ василий кинишемский человек удивительной судьбы о котором я все собираюсь написать книгу движение правда этих бойскаутов не появилась толком в россии зато появились в 1922 году пионеры движение пионер однако было в ссср и еще одно юношеское движение это как раз таки отряд каравелла организованный владиславом крапивиным и группой детей в 1961 году в свердловске нынешний екатеринбург удивительно что советское время удалось добиться существования вот такой организации куда входили мальчишки и девчонки занимавшийся морской журналистикой фехтованием истории флота и вот те кто был в каравеле они романтический грезеля морских путешествиях о больших открытиях в общем это все было так по-настоящему и конечно читали книги владислава петровича крапивина многие из них о севастополе это замечательнейшие книги я вот знаете на протяжении всей своей жизни встречаю десятки людей которые влюбляли севастополь заочно влюблялись именно благодаря книгам владислава петрович кстати очень странно что вот севастополе в моем родном нет ни улице там не знаю ни площади не даже по моему памятные доски в честь крапивина очень странно и очень неправильно действительно книги владислава петровича вместе с пребыванием в отряде каравелла оказывали на подростков детей но не знаю вдохновляющий духоподъемно если угодно эффект дети не просто изучались воспитывались нет они получали определенные ценности идеалы вот что важно и именно вот отряд каравелла делал то что подчас не могли сделать не партия там не комсомол это был не только литературный но и в первую очередь колоссальный педагогический опыт вот сейчас кто-то скажет что ну и что да кому нужны эти идеалы кому нужны эти романтики чем в конце концов все кончилось в 91 да это справедливо на самом деле но лишь отчасти ведь согласитесь страну шатали а потом доедали не те кто читал книги крапивина а те кто упражнялся комсомольском лизоблюдстве очень часто так ведь было правда и вот собственно новое время наступило пришло время уже без каравелла и без крапивы описывается это время пожалуй что почему-то мне вспомнились эти строчки когда я готовил программу это строчки из песни бутусова и кормильцева крылья примерно так раньше у нас было время теперь у нас есть дела доказывать что сильный жрет слабых доказывать что сажа бела мы все потеряли что-то на этой безумной войне кстати где твои крылья которые нравились мне на почему-то мне вспомнились эти строчки ведь действительно вышло так что многие вот что и пусть советской реальности утратили свои крылья кому-то их подрезали а тут а сбросил или отбросил их сам в общем полет прервался много сказано что в той новой реальности страна сразу отказалась от идеологии почему-то никто не говорит о том что страна отказалась от каких-либо идеала в принципе вот что важно отказалась от идеалов помните тогда вот когда советская власть пришла тогда растаптывали бога разрушали храм и устраивали гонения на священников страшно но ведь после 1991 года бичевали уже советское наследие и что получилось то в итоге оказалось что бога нет великой коммунистической идеи тоже не так а что есть простить что осталось малиновые пиджаки мерены нефть что бабки что осталось а ведь еще ребята все стреляете хочу а то что уже не стреляют сейчас по-другому бизнес делает и вот новый этот российский мир очень быстро поделился на господ и халдеев и все стало превращаться в услугу образование в первую очередь а затем уже подоспели реформы образования вот юные школьники отправлялись на все эти дни знаний 1 сентября по сути как на день незнаний потому что никто толком не понимала чему учить и во что верить да как-то что-то там худо-бедно работала преимущественно на вот этой старой риторики на старые закалки ну а нужно то было им пропагандировать свежие вот эти все демократические идеи только напечатать новые учебники еще никто не успел но это в переносном смысле зато миллиард раз повторили так жить было нельзя ну и дальше то что понимаете образование у утратила свой главный фундаментальный элемент элемент воспитания образование без воспитания как писал ильин она бессмысленно да и в принципе все пошло каким-то странным путем мы все знаем об этих бедах да низкая заработная плата учителей переполненность классов необходимость обновления материальной там базы смена педагогического состава а это чудовищная чудовищная бюрократия который завалены учителя или там превращение учебы в старших классах натаскивание к егэ это все можно очень долго перечислять все об этом знают и вроде бы есть какие-то положительные подвижки ну как-то медленно что ли не везде что дедушка ленин говорил он говорил учиться учиться еще раз учиться и тогда у тебя будет много-много денышков на как главное на мой взгляд то что произошло с образованием главная трагедия это то что был утрачен авторитет учителя для этого все сделали все сделали что просто тать а ведь знаете спозиционируй то иначе через те же даже кино передачи фильмы и не было бы такого отношениям для пано было мягче со стороны учеников и родителей ты тоже дошел знаете любопытные вещи одна из примет нашего времени это то что люди вестернизируясь как бы до принимая вот эти american dreams and styles так скажу они как бы передоверили собственных детей сначала детскому садику а после школе и вот в детском садике я не раз встречал тех странных родителей которые орут орут на воспитателей хотя они даже эти родители не научили своих детей ложку держать и школу они тоже приходят и тоже что-то требует и что-то орут постоянно всем недовольны а что-то требуешь если ты сам равнодушен к собственным детям что ты хочешь что-то ждешь по итогу ты задай себе этот вопрос кому ты доверил своих детей кому школе ну ты же взрослый человек не друг или подруга ты доверил своих детей гаджет вот он теперь проведи эксперимент подойди и забери у своего сына дочки гаджет проверь что важнее гаджет или ты родить точно любопытный эксперимент правда однако главный вопрос мне так видится который почему-то не ставится взрослым а детьми ставится этот вопрос звучит так для чего нам образование в принципе кому она необходима до взрослые не ставят а дети в той или иной форме говорят об этом вы же слышали от своих детей и внуков он говорит а что мне зачем мне это все надо как мне это понадобится в жизни у меня дочка сказала младший а как чтение вини-пуха поможет мне в жизни а вот там или еще такие фразы да а вот мне дядя петя сказал что большая часть школьных знаний не понадобятся и хочет этого дядю петю не окончившего пту просто не знают барани рог свернуть дядя петь ты дурак вопрос-то важный на самом деле вопрос это заслуживает самого пристального внимания ведь действительно для чего нам сегодня образование но если честно когда повсюду козявочное образование когда в телестудии безграмотные ведущие и эксперт эксперты безграмотные когда в медиа бестолковые журналисты когда на сцене безголосые певички как ты объяснишь своему ребенку что он должен получать знания если на экономическом форуме выступает даня милохин если психолог всея руси и лена блиновская держит общак 64 миллиарда рублей ну иди попробуй объясни что ты должен учиться сынок когда инженер и учитель зарабатывает столько за месяц сколько туповатый блогер за день там а иногда и за час понимаете фокус в том что этот день незнания он как-то затянулся потому что страна она может идти двумя дорогами выбрать либо путь образования либо путь пропаганды вторая дорога она прямая но эта дорога назад первая конечно сложнее но только она способна помочь и тут понимаете тут не с детей начинать надо себя системы в первую очередь то и где знания должны цениться то где образованные люди должны быть востребованы на родине они там за рубежом в конце концов той где не надо маскироваться что ты что-то знаешь пришло время когда все эти посредственности симуляторы все это должно сгинуть потому что если не сделаем этого мы то нас заставят это сделать собственно это уже происходит ну а закончу я полагаю весьма любопытной и очень точной цитатой из федора михалыча достоевского вот она я неисправимый идеалист я ищу святынь я люблю святыни мое сердце их жаждет потому что я так создан что не могу жить без святынь но все же я хотел бы святынь хоть капельку посвятее не то стоит ли им поклоняться это была программа игра в классике меня зовут платон беседе берегите себя близких и помните что жизнь только подражает литературе удачи вам мира любви и терпения и и Субтитры подогнал «Симон»